Некоторые сверхчувствительные люди обладают способностью слышать цвет. Например, художник Василий Кандинский слышал звучание красок, а композитор Александр Скрябин видел музыку в цвете. Но есть и другая крайность, когда не слышишь звуков и не различаешь цветов. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала личный врач. Это программа «Звоните доктору». Знакомьтесь, пожалуйста, с нашей гостей Ирина Бондарева, директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями Варель. Добрый день. Итак, мы сегодня поговорим о работе центра, которому буквально совсем недавно исполнилось целых 30 лет. Я вас задним числом поздравляю с днем рождения. Огромное спасибо. С каналом Самара ГИС у нас давнее сотрудничество. Вы не первый раз нас поздравляете. Еще раз большое спасибо. Нам очень приятно. Ирина Евгеньевна, мне всегда интересовал вопрос, что такое Варель, почему такое название? Вы знаете, дело в том, что когда основывался наш центр, наш первый директор Абрамова Лилия Матвеевна очень долго искала название. Концепция нашего центра состоит в том, что мы из маленьких утят делаем прекрасных лебедей. И искали название «Лебеди». Нашли в красной книге прекрасное название «Ярель». Это лебедь, занесенный в красную книгу. Но, к сожалению, при издании приказа об организации центра произошла техническая ошибка. И букву «Я» заменили на букву «В». Так родился Варель. Исправлять ничего не стали. Название красивое, звучное, всем нравится. И за 30 лет все уже привыкли. Но тем более, что название «Ярель», я думаю, что тоже мало кто знает. Поэтому здесь уже можете говорить, что это название «Лебеди». Да, это название «Лебеди». И символ нашего центра – это лебедь. Ну, все-таки для кого этот центр? Из названия понятно, что для детей и подростков, но... Вы знаете, Варель основывался как центр становления речи и слуха для детей с нарушенным слухом. В 1992 году, когда основался центр, большинство деток, посещающих его, имели нарушение слуха, разные теологии. Плюс был небольшой процент детей, имеющих тяжелую речевую патологию. С 2006 года концепция центра немного изменилась. И было открыто отделение по работе с детьми с расстройствами аутистического спектра. Поэтому сейчас у нас достаточно узкая направленность, в отличие от других реабилитационных центров Самарской области. Мы работаем только с детьми с нарушенным слухом, в том числе и после кохлеарной имплантации, и с детьми с расстройствами аутистического спектра. Всех детей мы принимаем от полугода до 18 лет. А давайте тогда, раз вот это направление добавилось недавно, с него и начнем. Многие, конечно, на слуху знают слово «аутизм». Но что это такое в действительности, к счастью, наверное, понимают не все. А все-таки насколько эта проблема актуальна для Самарской области? Не случайно же, наверное, вы открыли такое отделение? Вы знаете, действительно, отделение было открыто не случайно. Проблема аутизма остро стоит во всем мире. Дело в том, что многие ученые, многие врачи говорят о настоящей эпидемии аутизма в мире. По статистике Соединенных Штатов Америки, каждый 30-й ребенок в США рождается с подобным диагнозом. В России, к сожалению, официальной статистики по аутизму не ведется. Но каждый специалист, работающий в области здравоохранения, в области образования, в области социальной защиты, скажет вам, что с каждым годом, к сожалению, детей с расстройствами аутистического спектра все больше и больше. Поэтому открытие отделения было очень актуально на тот момент. К сожалению, наше отделение может одномоментно принять всего 24 ребенка. И, конечно, по меркам Самарской области это очень мало. Помогает то, что остальные детские центры, которые существуют в системе соцзащиты и коррекционные учреждения, существующие в системе образования, они, конечно, тоже все сейчас абсолютно работают вот с этой категорией детей. Но из всех категорий детей-инвалидов, пожалуй, это самое сложное для коррекции. В силу того, что расстройство затрагивает все сферы жизни ребенка и затрагивает так или иначе всю семью. А давайте, может быть, сейчас просто в нескольких словах и в самых простых, для того, чтобы люди представили, что такое аутизм, вернее, как он проявляется. Ну и, может быть, еще и для того, чтобы, столкнувшись с этим в публичном пространстве, не кинуться выговаривать родителям, почему вы не можете с ребенком справиться. Вы сейчас действительно затронули очень такую серьезную проблему, которая есть в нашем обществе. Это отношение к детям, прежде всего, с ментальной инвалидностью. Нам же кажется, что они же обычные дети с виду, нам кажется, что они просто капризничают. И вот хочу сказать, зачастую дети с аутизмом, вот, очень выглядят красиво, симпатично, вот, и сказать, что ребенок болен, с первого взгляда, очень тяжело бывает. И отличить просто капризничающего и уставшего ребенка от ребенка с аутизмом, который сейчас испытывает какую-то нагрузку сенсорную или перегрузку, бывает очень тяжело. Поэтому для людей, которые столкнулись с нестандартным поведением малыша в общественном месте, вот, ну, совет всех специалистов просто не выражать свой негатив, а подойти к родителям и спросить, могут ли они помочь чем-то в данный момент. Или не подходить. Или не подходить вообще, да. Потому что родители тоже находятся в ситуации очень сложной, когда у ребенка идут постоянные, повторяющиеся какие-то стереотипные поведения, нежелательное поведение, истерики. Родители, конечно, находятся в состоянии большого напряжения. Тяжело и ребенку, и родителям, и иногда окружающим. Поэтому здесь надо быть очень деликатным и осторожным. Ну, ребенок что? Он боится громких звуков, да? Вы знаете, вот расстройство аутистического спектра, оно не зря... Это на самом деле спектр, да. Поэтому сказать, что все аутисты боятся громких звуков, или все аутисты боятся, там, людей, или все аутисты неконтактные, или все не могут говорить, это в корне неверно. Знаете, есть такая поговорка, что если вы знаете одного аутиста, вы знаете только одного аутиста. Они все разные. Конечно, существуют общие для этого заболевания черты, по которым наши врачи диагностируют данное расстройство. Но сказать, что оно будет одинаково выражено у всех наших детей, к сожалению, нельзя. Насколько поздно оно может проявиться? Вы знаете, оно может проявиться... Вообще считается, что манифест аутизма где-то к двум годам. На самом деле отдельные признаки этого заболевания, нарушения, можно заметить и у ребенка грудного. То есть это нарушенный контакт глаза в глаза с мамой, это отсутствие позы принятия, когда мама берет малыша на руки и не чувствует, ну, скажем так, ипатии, и отдачи от этого малыша. Вот. Но в ряде случаев бывает и все нормально лет до двух, до трех. И существует какой-то толчок, который дает, запускает вот этот механизм развития вот этого заболевания. И тогда мы говорим о том, что манифест случился в два года или в три года. Вот. И это уже повод обращения, конечно, к врачам. Вот поскольку симптомы и проявления настолько разные и настолько многогранны, я осмелюсь предположить, что, наверное, очень сложна диагностика этого заболевания. Диагностика сложна, да. И, как говорят врачи-психиатры, с первого приема... И заболевания. Нарушения, да. Нарушения достаточно сложна. И с первого приема специалиста обычно никто сразу диагноз расстройства аутистического спектра не выставляет. Выставляет другой диагноз. Либо это будет задержка психоречивого развития, либо задержка психического развития, либо сенсомоторная аллалия. Но сразу аутизм не ставят. Все-таки дают время на то, чтобы ребенок как-то проявил себя на фоне, может быть, медикаментозной коррекции, на фоне каких-то коррекционных занятий. И уже если нарушение является стойким, конечно, уже выставляется аутизм. В среднем в Самарской области это происходит в 3-4 года. Связаны ли сроки реабилитации эффективные с тем, насколько поздно обнаружено расстройство? То есть вот есть ли в отношении рас вот эта связь чем раньше, тем лучше? Конечно, как и при коррекции любого нарушения развития связь существует. Чем раньше мы продиагностировали, чем раньше мы начали коррекционную работу, тем на более лучший результат мы можем надеяться. Я знаю, что до недавнего времени мало кто из специалистов вообще готов был работать с такими детьми. Не было эффективных методик. Сейчас они все-таки, видимо, есть. Как реабилитируются дети у вас? Вот вы сказали 24 ребенка. Это в год, да? Нет, это на один курс. На один курс? Сейчас у нас длится 60 дней. Да, вот сколько? 60 дней один курс. Ну вот у нас где-то 3-4 курса в год проходит. То есть за прошлый год у нас получили услуги 93 аутиста. Вот, но курсами по 60 дней. Пытаются считать, сколько месяцев в году нужно на это отдать. Вы знаете, одного курса реабилитации для такого тяжелого нарушения развития, конечно, маловато. Здесь можно дать только толчок в развитии, и дальше родители продолжают реабилитацию самостоятельно в соответствии с нашими рекомендациями. Они могут воспользоваться помощью любого другого реабилитационного центра Самарской области. Могут воспользоваться помощью специалистов либо коррекционного детского сада, либо специализированной школы. Но бывают и случаи, когда наши детки идут в массовую школу и массовые учебные заведения, и садики, и школы. Ну, это, конечно, идеальный случай, но все равно наши дети нуждаются в сопровождении даже там. Вы сказали, в 2006 году вы начали работать над этим направлением. Ну, вы уже все равно наверняка же вошли с какими-то методиками. Они были готовы и эффективны, или в течение этого времени вы их корректировали, они как-то менялись? Вы знаете, в 2006 году начали работать с такими детьми два специалиста у нас всего. Это был учитель-дефектолог и врач-психиатр. Конечно, специальными методиками, которыми владеют специалисты на сегодняшний момент, они не владели. Тем не менее, это были опытные специалисты, которые имели опыт работы с детьми с нарушениями развития и психического, и неврологического характера. И на первых этапах становления нашего отделения, они пользовались общепринятыми дефектологическими методиками, ну, немножко их переделывая, корректируя, обучаясь и так далее. На данный момент у нас практически все специалисты этого отделения владеют методикой ABA, то есть это пригодной анализ поведения, который считается единственной, пожалуй, в мире признанной эффективной методикой по работе с такими детьми. И, конечно, мы пытаемся использовать другие методики, специалисты постоянно обучаются, в частности, мы начинаем внедрять методики коррекции нарушения сенсорной интеграции, которые присутствуют у наших детей. Закуплено оборудование по программе и обучены специалисты. Проблема в том, что все дети с аутизмом разные, и каждый из них требует своего подхода. Часть из них остро нуждается в ABA-терапии, часть из них, может быть, она и не очень подходит. То есть задача специалистов за такой короткий срок реабилитации понять, что же все-таки нужно этому ребенку, сориентировать родителей и таким образом выстроить систему реабилитации, чтобы, уйдя от нас, семья продолжала заниматься ребенком и его реабилитацией. Потому что, к сожалению, в случае с аутизмом, ну, реабилитация пожизненная. Ну, а вот если как-то представить вот эти 60 дней, один курс, который проходит ребенок, как это бывает? Это каждый день с утра до вечера? Кто с ним работает? Или как? Вы знаете, мы центр, который работает амбулаторно. Так. Поэтому дети каждый день к нам не ходят. Составляется для каждого ребенка индивидуальное расписание. В день он получает 2-3 услуги. Услуги включают в себя как педагогическую коррекцию, это занятие педагога-психолога, учителя-дефектолога и специалиста по, мы его называем специалист по игровой терапии, но как раз он у нас пытается внедрять методику по коррекции сенсорной интеграции в том числе. И получают в ежедневном режиме какой-то краткий курс физио- и рефлексотерапии. Там ребенок будет ходить каждый день в течение 10 дней. Здесь уже никак, это медицинские процедуры. Если мы говорим о количестве занятий в неделю, то у нас получается, что 5 занятий в неделю педагогов и оказание медицинских услуг по показаниям. Здесь у каждого индивидуально. Кому-то противопоказана физиотерапия, бывает и такое. Но практически все дети очень хорошо посещают рефлексотерапию, противопоказаний там практически нет. И все дети, у нас есть чудесное, как мы его называем, лечебное одеяло со специальным наполнением, которое нормализует протекание, скажем так, физиологических процессов у ребенка. То есть стабилизирует состояние его нервной системы. И ребенок, который находится какое-то время под этим одеялом, он успокаивается, его нервная система стабилизируется. И заниматься с таким ребенком уже проще. Понятное дело, что никакое одеяло, никакая рефлексотерапия не поможет нашим детям, как говорят родители, выйти в норму. То есть интеллектуальную норму достичь вполне себе можно в ряде случаев. Норма поведенческая в обществе, сформировать приемлемое, социально приемлемое поведение вполне себе можно. Но человек, к сожалению, на всю жизнь останется аутистом и реагировать он будет соответственно своему диагнозу. А у вас никогда в связи с этим не возникает чувство, что все безнадежно, можно ничего и не делать? Нет, нет. Вы знаете, такого чувства никогда не бывает. Я думаю, что у специалистов точно нет, потому что мы точно знаем, что в любом, даже самым тяжелом случае, мы можем помочь. Никто не говорит, что... Употреблю не очень хорошее слово, но по-другому не знаю, как сказать, что мы дотянем до нормы все сферы... Все сферы жизнедеятельности этого ребенка, но тем не менее, подвижки бывают всегда. Главное наше упорство, главное желание родителей, желание родителей сотрудничать со специалистами и, конечно, медикаментозная поддержка в некоторых случаях. Давайте сейчас мы на минутку покинем студию, узнаем, какие новости произошли в здравоохранении региональном и российском, и затем вернемся. 35% россиян переболели гриппом и ОРВИ этой осенью и зимой. Наиболее уязвимыми оказались женщины и граждане в возрасте от 18 до 44 лет. Среди представителей старшего поколения уровень заболеваемости несколько ниже. По полюсу ОМС можно лечиться и в частном медучреждении. Для этого нужно, чтобы клиника имела амбулаторно-поликлинические услуги и была зарегистрирована в реестре территориального фонда ОМС. На рассмотрение заявления отводятся 12 дней. Детские хирурги больницы Середавина провели сложную операцию маленькому пациенту с врожденной грыжей. Малышу на момент операции было всего два дня. Врачи вернули на место неправильно расположенные органы грудной клетки и брюшной полости, а врожденный дефект исправили без дополнительных имплантов. По итогам прошлого года для медучреждений региона закупили более 2000 единиц оборудования. Речь идет о томографах, ангиографах, ультразвуковых аппаратах и так далее. Кроме того, выполнены большие объемы работ по ремонту поликлиник. В этом году планируется закупить еще около 1000 единиц оборудования и около 130 автомобилей. Электронный полис обязательного медицинского страхования стал доступен на госуслугах. Носить с собой пластиковый или бумажный вариант больше не нужно. При необходимости можно показать электронный документ на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу данные будут взяты автоматически из личного кабинета. Итак, мы снова в студии. Сегодня у нас в гостях Ирина Бондарева, директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями ВАРЭЛЬ. Ирина Евгеньевна, все-таки предлагаю перейти ко второму направлению вашей работы, которая у вас уже давняя, сформировавшаяся, фундаментальная. Это реабилитация детей с нарушением слуха. И вот опять-таки вопрос актуальности. Как много детей в Самарской области нуждается в такой реабилитации? Проблема ли это для нашего региона? Вы знаете, вот я хочу сказать, что в Самарской области как раз ярко выраженной проблемы с реабилитацией детей с нарушенным слухом нет. У нас есть хорошая очень система коррекционных учреждений, которые находятся в системе образования. Это две школы. Это детский сад для детей с нарушенным слухом. Это система реабилитационных центров в соцзащите, в том числе и наш центр, который специализируется на этом. И это прекрасная диагностика, скрининг во всех роддомах Самарской области. Я сейчас точно не назову дату, когда был введен вот этот скрининг новорожденных по слуху, но могу сказать, что это очень облегчило работу всех специалистов в этой сфере. То есть ребенок на третьем дне жизни диагностируется на нарушение слуха. Это не значит, что ему будет диагностировано, поставлен диагноз нарушения слуха. Это значит, что будет выявлена группа риска. И вот эта группа риска детей направляется уже в областную клиническую больницу имени Середавина в сурдологическое отделение. И в полгода уже ставится диагноз. Нас, как специалистов, это очень радует, потому что мы очень рано можем начать коррекционную работу. Кроме того, сейчас существует в Самарской области система, которая помогает детям получить качественное слухопротезирование. И если в том случае, если не помогает слухопротезирование слуховыми аппаратами, сделать операцию кохлеарной имплантации, которая крайне эффективна в работе с такими детьми. – Вот вы назвали несколько учреждений, которые занимаются этой проблемой. А в чем ваше отличие, отличие Вареля от других? – Ну, во-первых, если говорить о том, в чем мы отличаемся от садика и школы, они все-таки оказывают образовательные услуги таким детям. Там дети находятся в ежедневном режиме, то есть посещают как обычную школу, садик. С ними работают специалисты прекрасные. Они овладевают программой дошкольного образования, программой школы. И это школа, это образование. – А зачем мы тогда? – Зачем мы тогда? Объясняю. В шесть месяцев ребенок не готов к тому, чтобы посещать даже ясли. Ну, может быть, и готов, но ребенок с нарушением слуха, там кроме ухода и присмотра, не получит ничего. Если ребенок в шесть месяцев имеет слуховой аппаратик уже, что нас очень радует, даже пусть он годы его имеет, мы уже можем начинать с ним коррекцию слуховосприятия. Не слуха, потому что слух, к сожалению, не в наших силах улучшить. Но сделать так, чтобы с помощью вот этого устройства ребенок приблизился к восприятию звуков окружающей среды и воспринимал их хотя бы приемлемым для развития речи способом, мы сделать в силах. И чем раньше мы начнем вот эту работу, тем быстрее мы восстановим естественный ход развития слуховосприятия и речи, и тем быстрее мы с удовольствием передадим ребенка в коррекционный детский сад или школу, или в массовый детский сад или школу, к чему мы стремимся. Таких случаев очень много у нас. То есть вы только с малышами-малышами такими работаете? Нет, мы принимаем детей до 18 лет. Если ребенку была сделана операция кахлеарной имплантации в 12 лет, он, конечно, может прийти к нам. Все нужное мы сделаем. Просто очень эффективно работает именно программа ранней помощи. Наибольшие шансы для овладения речью получают те дети, которые к нам пришли до двух лет. Сколько человек вы берете на этот курс? Вот сейчас у нас 89 детей с нарушенным слухом. Так, ну а какие специалисты работают по этому направлению? По этому направлению у нас работает врач-сурдолог обязательно. Сопровождение врача-психиатра тоже у нас обязательно в центре. Также работает физиорефлексотерапия. Это что касается медицинской части реабилитации. Что касается основной реабилитации, то есть обучению слуховосприятия и речи, здесь, конечно, ведущая роль принадлежит учителям-дефектологам, сурдопедагогам. Они у нас, как правило, все имеют два направления обучения, то есть каждый имеет диплом в области логопедии и в области дефектологии. То есть они и логопеды, и сурдопедагоги. С такими детьми работают педагоги дополнительного образования, без которых полноценная реабилитация глухих детей невозможна, потому что все то, что не успевают сделать дефектологи на своих занятиях, продолжают педагоги доп. образования различной направленности. Это и развитие мелкой моторики, и общей моторики, и двигательного праксиса, и высших психических функций. Помимо этих специалистов у нас еще, ну я уже сказала, работают медики. Вот такой комплекс, если ребенок полноценно проходит весь комплекс реабилитации, позволяет надеяться на то, что его потеря слуха будет максимально скомпенсирована. Ну проблема в том, что не всегда наши дети имеют нарушение слуха в чистом виде. Иногда, но в большинстве случаев осложняется еще какой-то патологии. То есть патологии со стороны центральной нервной системы. Это может быть сопутствующие задержки психического развития, нарушение зрения, двигательные нарушения. И это, конечно, затрудняет. Да, это в разы усложняет реабилитацию. Но это не значит, что мы ничего не можем сделать. В некоторых областях медицины прогресс идет настолько стремительно, что просто, мне кажется, и доктора даже не все за ним успевают. Вот за эти 30 лет насколько изменилась начинка, если можно так сказать, вореля, и техническое оснащение, и методики? Как быстро это идет у вас? Знаете, я бы сказала, что кардинально изменилось. Вот по сравнению с 92-м годом изменилось кардинально. Во-первых, это техническое оснащение учреждения. Группа специалистов у нас ездила обучаться в Загреб, Хорватию, там, где находится центр СУВАК, который считается ведущим центром по реабилитации лиц с нарушенным слухом. Оттуда там была закуплена аппаратура аппарата Вербатон, который позволяет как диагностировать состояние слуховосприятия, так и заниматься с ребенком в этой аппаратуре. Кроме того, в 2019 году по программе были закуплены еще два таких аппарата, которые позволяют специалистам заниматься именно по верботональной методике. У нас закуплено оборудование по диагностике слуха. У нас в центре можно сделать АССР-тест и тимпанометрию. Этим очень пользуется наш врач-сурдолог. И что касается индивидуального слухопротезирования, здесь, конечно, очень далеко шагнула вообще и техника, и медицина, потому что те аппараты, которые были в 90-х годах, и те аппараты, которые сейчас мы видим на ушках у детей, это две огромные разницы. Возможности современных слуховых аппаратов позволяют нам фактически развивать речь без ограничений при условии, при соблюдении, конечно, некоторых условий. Это ранняя диагностика, ношение слуховых аппаратов, неврологическое здоровье ребенка. И, не могу не сказать, огромную помощь нам оказывает, конечно, операция по кохлеарной имплантации, которая в Самарской области с 2004 года у нас дети появились, имплантированные первые. И наш центр начал первыми работать с такими детками. Ну и сейчас все учреждения, работающие с нарушениями слуха, имеют таких детей и умеют с ними работать. Это огромный плюс нам, как специалистам, огромная подмога. И система кохлеарной имплантации позволяет приблизить пороги слуховосприятия у таких детей практически до нормы. Практически до нормы. А скажите, Ирина Евгеньевна, родители, которые приводят детей к вам на реабилитацию, насколько они вовлечены и погружены в этот процесс? Или они приводят детей, уходят заниматься своими делами? Как это происходит? Вы знаете, как мы, конечно, стремимся к тому, чтобы родители были максимально вовлечены в процесс реабилитации. Может, им как раз отдохнуть хочется? Им хочется, конечно, да, я их понимаю, им хочется очень отдохнуть. Особенно родителям детей, имеющих расстройство аутистического спектра. У нас был случай, когда мама уснула на занятии у дефектолога. Просто от усталости. Не потому, что она плохая мама, а просто она устала настолько, что просто она у нас уснула. Такие случаи бывают. У нас бывают случаи, когда родители не принимают диагноз ребенка. И тогда наши психологи ведут работу по принятию диагноза. Это очень важно. У нас есть крайне вовлеченные мамы, которые иногда лучше нас знают, что нужно ребенку, и я не шучу. Иногда она приходит и говорит, так, вот это работать будет, вот это будет, а вот это ни за что ему не давайте, он все равно это делать не будет. А вот это мы уже попробовали, а вот туда съездили, а вот это я уже прочитала. И на самом деле это помощь специалисту, когда мама вовлечена в процесс. И более того, я хочу сказать, что те мамы, которые настроены на своего ребенка и вовлечены в процесс реабилитации полностью, они уже сами могут быть реабилитологами. Они предлагают задания для своего ребенка, они советуются с педагогами, что нам, как нам лучше сделать. Есть, к сожалению, другие мамы, которые у нас ребенка заводят на занятия и выходят в коридор, и менее вовлечены, скажем так, в процесс. Но на самом деле это не говорит о том, что она плохая мама. Это говорит о том, что на данном этапе она просто не понимает пока, что может она как мама сделать. Она считает, что делать может специалист, а она просто мама. Ну, в нашем случае с обеими категориями детей и с аутизмом, и с нарушением слуха это неверно. Мама иногда может сделать больше, чем мы. Просто ей надо подсказать, ее надо направить. Ну, мы стараемся заниматься этим тоже. То есть не только детей реабилитируете. Да, 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 конечно, конечно, да, да, конечно. Ирина Никитина, и прямо последнее, буквально одно слово. Какое-то направление требуется, чтобы попасть к вам в центр? Вы знаете, направление никакого не требуется. Требуется собрать пакет документов. Перечень документов выложен на нашем сайте. Он ровно такой же, как и для всех реабилитационных центров в Самарской области, я имею в виду детских. Ну, самое сложное для наших родителей – это собирать медицинские справки. Они очень это не любят, но, к сожалению, без этого никуда. Ну, куда деваться, конечно. Главное, что потом будет прекрасная реабилитация и будет эффект. Я благодарю вас за участие в программе. Итак, сегодня у нас была в гостях Ирина Бондарева, директор реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями ВАРЭЛЬ. Спасибо, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания. Спасибо огромное. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова